а мне тут один чувак в коментах вопрос написал переплыл бы тису но я думаю его на самом деле этот вопрос не интересует он так просто она прикололся а вопрос мне понравился и я тогда же подумал а действительно переплыл бы я тису кто не знает что такое тиса это река на границе с украиной и румынии да я бы переплыл не подумайте что я какой-то придурок и просто просто так решил покичится и сказать вам да я бы переплыл чего делов то там всего да там херня нам 80 метров там или сколько ну иногда она разливается и шире становится но так все равно не очень широкая прекрасно отдаю себе отчет что такое река тиса у нас военно-франковске тоже две речки было бы стрица и надворнянская конечно это не тиса но стилистика и архитектура речного дна я думаю плюс-минус такая же я тоже ходил в анофранковске по этим камешком когда такое течение было сильное я примерно представляю если ты на камушке подскользнешься то это течение сносит что с тобой будет поэтому река действительно тиса коварная но особо больших проблем как бы с переходом не вижу единственное как бы сделал это я сука я я бы переходил эту реку втроем вообще втроем всегда веселее или там вдвоем но лучше переходить конечно втроем эту реку система значит такая чисто я сейчас говорю чисто техническом переходе через реку уберем все эти пограничные посты и всю эту мечепуху чисто река вот мы втроем дошли до реки и нам надо на тот берег всего херня вопрос там 80 метров или сколько там даже может и меньше иногда бывает значит я бы первого запустил лучшего пловца на ту сторону причем голышом сначала бы он пошел в ботиночках да то есть надо там пройти как можно больше метров ну просто пройти надо не надо сразу в реку прыгать по возможности надо идти чем дольше тем лучше потом тебя естественно река сносит потому что сильное течение вот и как тебя только сносит река надо ботинки скидывать надо иметь такие нашлепки на руках и что и силы гребешь голышом ну в трусиках естественно ну трусиком у тебя должен быть пристегнут еще ремень ремень а кременю должна быть пристегнута не закат штука называется но не веревка объясню потом почему не веревка вот эта штука которой мы к машине пристегиваем такая оранжевая это вот такая вот груз которым пристегивают к машинам такая оранжевая штука назовем ее ленточка нужна такая ленточка надо много таких комплектов ленточек накупить желательно чтобы та ленточка была пошире широкого размера несколько комплектов купить связать их вместе и эту ленточку значит привязываешь к первому пловцу его ременью и он прыгает а второй кусок ленточки держите уже вы то есть эта ленточка делает две вещи если боец переплывает на ту сторону то он сразу эту ленточку либо привязывает к дереву либо стоит и держит ее там а вы ему значит одевать не вы ему одеваете на себя значит рюкзаки с одеждой ну и для вас и для того чела рюкзаки должны быть естественно герметичные запакованные там вызвать это самое в пластике либо что одевайте на себя рюкзаки тоже голышом уже по этой ленточки быстро вот так вот перебираете и добираетесь на его сторону так кажется так все легко да ну как бы а почему нет что там сложного вот и по этой ленточки добираетесь до этого чувака то есть бы с этой ленточки у вас руки не соскользнут а с веревки у вас могут руки соскользнуть плюс на веревке вы можете обжечь руки да да не удивляйтесь обжечь вы можете руки и просто тупо отпустить веревку на этой ленточки вы руки не обожжете очень хороший захват получается вот но если вторая функция этой ленточки да если этот чел первый который не заплывает на другую сторону ну вы его обратно за ленточку к себе и тяните как бы и он делает вторую попытку вот но это чисто технически как переплыть реку я не знаю там погранцы на душой стоят не стоят как бы то есть я не знаю ну и таким способом я думаю можно переплывать и днем и ночью лучше ночью потом период плыли протерлись полотенцем одели теплую одежду и все вуаля вы в румынии если бы такая река была между западным и восточным берлином да я думаю ее бы каждый день покоряли чисто я имею ввиду технически саму реку конечно это пограничники гдр-овские будут на поражение стоять и стрелять конечно это это уже не вариант будет вот ну вот как то так не знаю понравился мне вопрос просто решил свои три копейки вставить вот а еще меня многие спрашивают почему у меня хотел сказать вафельник но не скажу все что угодно только не вафельник почему у меня хлеборецки почему у меня мой рот открыт постоянно а тут две причины одна причина нос не дышит а вторая причина я же как бы снайпер а вот почему у снайпера открыт рот это вы уже почитайте в этой википедии не только у снайпер открыт рот еще есть люди у которых открыт рот вот но почитайте википедии вот давайте как щеки обнял розказать як вас звати мирон мирон от скажите мне бы жены меня так закричали все что они хотят повести и все в один голос я пытаю их вот такие великые семьи так по 10 детей по 11 детей как вы их годуете чоловеки 15 прошу 15 детей скажите что треба робить чоловекови чтобы проводить 15 детей а 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 и а а а а а а а Потому что я совсем буду по-воздоровить. Вообще, три по силу. Короче, что? Мечты ваши, какие есть. Субтитры сделал DimaTorzok